День первого День первого День первого День первого День первого до последнего дня. Участник Сталинградской битвы выносила раненых с поля боя. Полковник Александр Толкунов на парад пришел разум с детьми и внуками. И о чтении каких годов тому вырубил портреты у всех родных, которые принимали удел великой отчины. Кажется, что удел у акции парад переможцев дозволил усим отчуть себя великой семьей, якая ведьмика нарыться своей историей. Мы почувствовали себя единой семьей. Потому что прапрадеду Петру Сергеевичу он с 902 года рождения, а самый маленький, вот сейчас полтора года, это мой внук уже, он с 2016 года рождения. То есть вот 114 лет отделяет этих людей. Но мы вместе. Сегодня мы вместе и в одном строю идем. И мы гордимся нашими предками. И хотим, чтобы вот эти малыши, они, конечно, еще ничего не понимают. Но где-то на подсознательном уровне, наверное, что-то отложится у них. У вогли детей на сегодняшнем святе было шмат. День перемоги соправды добрая махчимость выховать у их почечу патриотизму и гонору за свою родимую. А так само-то помахчаем на властное вочерк убачить соправданных ветеранов великой отчины, представников поколения, якое выротовало краину. До речи, удел у сегодняшнего параде у Гомеля приняли больше 25 тысяч человек розных взрослых. Семнадцать лет мне было. И не призвали, пошел добровольно. Я учился в техниках, в железнодорожном. Но мать погибла здесь еще в первые дни войны. А отец в 43-м. И я пошел защищать родину. Присягу. И выдержал ее до конца. По час митингу на мемориале «Вечный огонь» размолвав роли Гомеля у великой отчины. На початку войны части Червоной армии и ополченцы на протягу омаль пятидесяти ден стремлювали ворога на Гомельском накерунку. За гэтый час яны знищили больше 80 тысяч гитлеровцев, а про чатаго на их рахунку каля 200 танков и 100 самолетов. У весь час, поколь притягивалась оккупация города, тут денежала подполье. Разом с героичными сторонки трагичные. Захопники знищили каля пяти тысяч домов, усе промысловое предприемство и городскую инфраструктуру. Со 150 тысяч двоенных жахаров, производителей у Сустракали меньше 15 тысяч человек. Сегодняшний Гомель памятает их, кто отстоял свободу и одновил город с руин. Теплая надворья и насыщенная, различная на все взрослые святочная программа, тематичные выставы, кинотеатр под открытым небом, солдатская каша, историчная реконструкция и выстава военной техники, жадающих трапить у Гомельский музей войсковой славы сегодня стольки, что приходилось в пыльный час провести у Чарзе. С уликом свято работники установы зарабили выключение. На экспонаты можно было не только поглядеть, а и залезти на их. На танковой броне становилось особливо заразумело. Мы перемогли тому, что были одними и мостными. Как уявить реальную боевую мощь Чарваной армии, необходимо обоевсково убачить эти танки. Вот это, например, средний Т-34-85, и он принят на избраение в 43-м годе, а побочь знакомитый ИС Иосиф Сталин. Концертная программа, обоевсковая частка всех урочистостей, день перемоги 2018 в этом сенте выключением не стал. На шмотликих плясовках один-одного изменяются выхованцы детишек школ Мастасов, театры танца и народные коллективы, на кольки дозволяя здоровье, у денеки великой отчины, и мкнутся принять удел у максимально большей колькости мероприемцев. Для их 9 мая – самое головное свято, починаючи за того переможного 45-го. Когда узнали, что День Победы, по связи нашей, я в артиллерии, зенитной служил. Ну, сделали салют, выпустили несколько снарядов с пуши, ну и начали праздновать Победу. Уже еще не объявлено было по радио, но мы признали. Так вот было. Олег Синтеров, Евген Макеенко, галерардо «Компания Гомель». Незвычайную акцию сёння, у День Великой Перамоги, у сквера имя Громыки, организовал Гомельский городский центр культуры. Я ее провели на интерактивной плясоуце под названием «Лист Перамоги». Кожный мог написать лист с успоминами своих близких, які пройшли скрозь военные жахи, покинуть пожаданий нашчаткам, альбо просто подяковать удельникам войны за Перамогу. Мероприемство одразу затекавило не только гомельчан. Семья Эстеркиных приехала у наш город из Израиля. Сергей народился у Гомеля и жил, до речи, на улице Перамоги. Сёння означает свой день народжения. Кажет, что и шоу по улицах Гомеля и от грандиозности сённяшнего Великого Свята на в очах были слезы. Пришли на эту акцию. Было очень интересно посмотреть. Я в своей жизни 16 лет, когда я был здесь, когда я родился и 16 лет жил здесь, такого грандиозного шествия я ещё не видел. Мне очень понравилось. Мы решили тоже написать письма ветеранам, пожелать им здоровья, пожелать мирного неба над землёй будущему поколению. Было очень красиво, очень приятно, очень культурно. У нас в Израиле такого нет. У першиню и он привёз на родиму своих 10-ти годовых близнят Анастасию и Максима. Такую акцию я ныне не смогли обмянуть. Написать слова подяки тем, кто подарил нам перемогу и сегодняшний мир с права гонору. Для ветеранов счастья, здоровья и очень много любви. Я люблю вас очень-очень. Тут в Беларуси очень-очень красиво. И тут очень много зелени. Усе листы, до речи, будут заховываться у городским центры культуры. Самые левшие опубликуются на сторонках гомельских газет. А напереды дни на аллее героев у Гомеле собралася молодь. Юные хомельчане приняли в делу патриотичной акции «Гомель памятая». Удельничали коля 400 человек. Яны пройшли колонной издуш памятников героям Великой Отчинной войны. А потом яны с запаленных лампадок выклали личбу 73. Угон архадовины Великой Перамоги и упамять об тех, кто отдал своей силой житё, деля миру на нашей земле, свободы и незалежности. Это очень символично, что именно здесь, на аллее героев в городе Гомеле, и именно по инициативе молодёжи уже который год проходит акция «Гомель помнит». С каждым годом она набирает всё больше и больше свои обороты и всё больше и больше молодых людей, и не только молодых, жителей нашего города присоединяются к нашей акции. И, конечно же, это отрадно, что молодёжь помнит нашу историю, она чтит те славные традиции наших дедов и прадедов. И, естественно, сегодняшнее наше мероприятие ещё раз направлено на то, чтобы напомнить всем жителям и гостям нашего города в таком, наверное, главном празднике нашей страны 9 мая, Днём Великой Победы. День Перамоги – особливая свята для усяго белорусского народа. Яго означают як у великих городах, так и у маленьких вёсках. На того же, в особных районах есть своя прикметная традиция. Так улове у гэты святочный день складают свянки не только до мемориалов, але и на воду. Абтым, як и чаму гэта отбывается, расскажет наш корреспондент Ганна Коральчук. В осенью 1943 года на территории Лоевского района разгорнулася битва за Днепр. Одна з найбуйнейших операций на Усходнем фронте. Подчас яе Центральный фронт под командованием Константина Рокоссовского переодолел могут на оборончу рубеж немецких войсков на Днепры, так званый «Усходний вал», и оволодов плацдармом на правом березе Раке в районе Лоева. Доречи, сама линия фронта по Роце растягнулася на 750 километров. Из обо двух боков тут воевало от 4 миллиона человек. Рашение Рокоссовского переодолел в войске от Гомеля до Лоева именно тут подчать операцию историки лечат гениальным, а выключенная нужность и героизм бойцов были высоко отзначены керавництвом. 365 человек отримали звание Героя Советского Союза, а в уголе на территории Лоевского района поховано больше за 11 тысяч человек, которые загинули при его вызволении. Центральная площадь она не просто как бы центр города, это священное место. Первый день войны лоевчане встретились здесь, на нашей центральной площади. У каждого был радио, но все шли к рупору, который обвестил об этой страшной трагедии, которая случилась. И день победы опять же он собрал на этой площади всех, потому что это была великая радость, и разделить ее хотели все вместе. Мы помним, мы живем, мы уверены всегда в том, что нас ожидает завтра тоже мирный день, и мы будем трудиться на благо нашей Родины. А кроме традиционного святкования на площади каля мемориала в Лоеве, урочистости протягиваются и в приграничных водах Днепра. Кабы дать данину памяти героям войны, что год супрацовники Гомельской пограничной группы проводят парад катеров и ускладают венок на воду. Такого святкования Дня Перамоги вы не убачите больше не в Беларуси. А поглядеть его и наведать братские могилы в Лоевский район год за годом съезжаются родные не только загинувших беларусов, но и русских, казахов и украинцев. Так Александра и Наталья Шубины на протягу восьми годов приезжают сюда из Москвы. Спочатку на митинг у везг Бывальки, потом на параду Лоеве и салют в областный центр. 20 октября 43-го года здесь в районе деревни Синская, раньше называлось теперь Синск, погиб мой дядя, брат моей мамы, лейтенант Дубинин. Я только единственное знал, что он погиб в Беларуси, но мама моя неграмотная, она не знала. Родственники все умерли. Он просто... Он задался с целью найти, если возможно, были здесь наши дети, и племяне, мне бы хотелось выразить благодарность руководителям страны, жителям, что они сохраняют память о солдатах, всех, вне зависимости, кто они, русские, евреи, без разницы, они в первую очередь воины. Все. Здесь не имеет значения, какая национальность, вероисповедание. Они просто шли, защищали нас. Форсирование Днепра стало одной из самых кривавых битв у Великой Отчинной войны. И навыцца Перпра, 75 годов супрацовники музея битвы за Днепр протягиваются работать с архивами и устанавливать имены загинувших червон армейцев. Их засталося еще шмат. Ганна Коральчук, Павел Антонов, телерадо, компания Гомель, Злоева. Галунные герои Дня Перамоги ветераны и удельники Великой Отчинной войны. 9 мая для их самое, бадай, важное у житті свята. Напередо Днє Великого Дня у гості до ветеранов завітали наши корреспонденты, каб пачуть гісторые их життя. Глыбокие, праникненные, трагичные, пераможные. Удельник войны Вольха Копытько зараз живе у Брахинским районе. На фронт трапила у 43-м, адразу пасля вызволення її родной вёскі Лукаеды. Тоді ёй не спомнился и 6-17 годів. Почас службы у Червонной армии Вольга была і санітаром, і у разведку ходила, і под обстрел не одной чы трапляла. Її боявый шлях означен самыми поважанными солдатскими медалями за отвагу і за боевые заслуги. А так само трьма подяками Верховного Галона Командуючого. Було, я ж кажу, і замерзали, і в окопах, і дождик, не дай Богу. Наступную героиню Айлиту Самсонову в'едая бадай, што кожный же Харгомеля родом яна з российского орла. На початку войны 15-годовой Айлите довелось шукать притулок у своєю теткі Аделі, яка жила в Ташкенті пасля эвакуации з Москвы. Маті расстраляли яше у 38-м годі, з батькам а развяли военные шляхи. У 43-м годі, калі дзявчині тільки спомнилася а 17-годов, призвали на военную службу. Прошла курси медсестер і почала працювати у шпіталі. Медсіострой пройшла всю війну. День перемоги зустріла под Берлином. Біжит рассыльний, дівчонки, дівчонки, к штабу, к штабу, а тут уже стрільба йдеш, що нічого не ми думаємо, може на нас напали, ми біжим, к штабу прибігаємо, начмед виходить, говорить, дівчці, кончилась війна, сейчас в Берлині Жуков принимаєт акт о капитуляції от Кейтеля. Це ще где-то було около 12 часів ночі. Ну і, звісно, тут вже, яка ніч, який сон. Ветерану Великої Чині Войни Михайлу Дмитрівичу Рычкову 94. Коли йому ішов 17-й год, почалася війна. 13-го жіння 1942-го года Михайла призвали у армію. Йон трапів у Пуховицька в училище. Як тільки завершив в учобу, отправився на фронт. До Великой Перамоги заставалася ровно два годи. Попав сразу в Курскую битву. Зачислили мене 70-ю гвардейську дивізію, 60-й армію Рокоссовскому. Сраження були дикі. Я перший город Глугов на Україні освобожжав, получил за нього орден красной звізды. Для кожного журналиста нашої телерадиокампанії гэты сустрэчы були особливыми. Приклад людей, які пережили ваенні жахи, неоценны. Ми об'яцаем пам'ятати об гэтым робіть тое, што от нас залежить, каб захаваць гэты каштонний мир у нашій країні. Марина Джалы, Олег Сенцюров, Євгенія Савіна, Сергій Лукашук, Євген Макєнка, Ігор Маришченко, телерадиокампанія Гоміль. Фотоэкспозиція, присвячена 75-ти годзю перемоги у Курской битві, открылась у Російськім Центрі навоки і культуры у Гомілі. Материалы для експозиції були представлены Московським Центральним музеем Великой Чинной войны. На 120 слайдах наведовальники выставы змогуць убачыць узоры узбраєння, обмундзяравання і рыштунку супрацлеглых бакоў, особістыя документы ў дзельнікаў битвы, узнагародныя лісты і плакаты, а таксама копі твору веўленчага мастацтва. Битва на Курской дузе, якая должилася амаль 50 вогненых дзёны ночей, увайшла ў історію, як адна з найважнейших падзеў Великой Чинной войны. Яна стала пераломным момантам уходе боевых дзеннів. Пасля пораження немецких войск ў под Курсками Орлом стратегична інициатива Коншаткова перешла ў руки советского командования. Экспозиція задумывалася, як аддукаційны проекты, першими ёе ўбачили вучни трох середніх школ Гомеля. Поглашаем ребят, кто в школе это проходит, кому это надо, кому интересно, именно в учебный процесс пытаемся захватить это место. А потом, как только все закончится, вот здесь у нас недельку повисит, мы отдадим в лице МЧС, у них ещё поработает она. Они у нас попросили. Мы хотим так, чтобы, может быть, предположим, в кабинет истории это вполне может сесть на конкретный урок. И надеемся, что потом по региону оно поработает, я имею в виду по Гомельской области. После открытия экспозиции школьникам продемонстровали фильм про историчные падеи на Курской дузе. Урочистое шествие, поветранные шары, кветки и лёгкоатлетичная эстафета. На передо дни дня перемоги в Сельмашевском микрорайоне Гомеля патриотичная акция собрала разом в учнях, спортсменов, представников прационных коллективов под обязанностью наступным материалом. Что год тысячи работников открытых акционерного товарыства Гомель Сельмаш отдают данину память работникам предприемства, которые загинули в годы Великой Айчинной войны. В первые дни на фронт отправилось полторы тысячи работников завода, из которых был сформированный знищальный полк. Самих ветеранов-сельмашевцев с каждым годом всё меньше. Зараз у ветеранской организации 19 удельников войны. В начале урочистой колонны они прошли шестим по проспекте космонавтов. Повеншовать их со святом и подяковать за мирное житё собрались волонтёры от Рада Открытые Сердцы и юные гомельчане в Учни школы района. Почас акции они запустили у неба 400 поветранных шаров. В канун 9 мая я хочу поздравить всех ветеранов, пожелать им крепкого здоровья и долголетия. Спасибо им за мирное небо над головой. Мы помним, мы гордимся. Второй год подряд наш волонтёрский отряд совместно со школами, в прошлом году это была 45-я школа, в этом году нам добавилось 12-е и 9-е ещё, проводим акцию помним, гордимся. Мы приняли участие и ГАИ, помогло наше руководство, объединение приняло очень большое участие в этом. Школы тоже самое откликнулись. После этого был даден старт 53-й легкоатлетичной эстафете памяти Миколая Дворникова, который был сократаром комсомольской ячейки завода Гомсельмаш из Агину в Испании в 1938 году. Имя героя Советского Союза носит одна из улиц Гомеля, недалёка от Палаца культуры Гомсельмаш. Всё лето у делу с поборницах приемали 70 команд розных цехов и отделов предприемства, так само 13 команд установок дукации района. Кожный год это спортивное мероприемство объединяет новые операционные коллективы и семьи же хоров микрорайона. Люди готовятся, это очень ответственный такой момент и это показатель всех, так сказать, подготовок, которые в спорт проводится в цехах. Именно в цехах. У нас проводится много мероприятий, но эстафета это такой красочный, такой праздничный, такой торжественный день. Возраст вообще разный. От 13 лет школьники, а взрослые, наверное, самые старшие, у нас бежали 68 лет. Ганна Корольчук, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомельским парку з'явился еще один аттракцион – пингвин. Что хоть радовать маленьких наведленников парку забавляльными новинками стала доброй традицией. Вогули сенья, у День Великой Перамоги, семья у радостных посвяточных прихожих тут было вельми шмат. Веселый гуман хлопчиков и девочинок, безлич аттракционов и моро добрых уражений саправдной святом. С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы! И на этом наш выпуск завершенный. Яшы разусіх с Великим Днем Победы! До новых встреч у эфиры!